С вами Алена Полынь и сегодня речь пойдет о колоде, очень интересной колоде Хоббит, второго Хоббита. Вот видите, это сама коробочка карт. Как обычно для обзора этой колоды я приготовила несколько интересных карт, чтобы вы понимали сами энергии этих карт. На что хочу обратить ваше внимание особенно. Вот смотрите, карта Луны. И рядом с ней карта Солнца. Вы можете заметить, что Солнце здесь холодное на колоде. Холодное Солнце. Вот еще несколько карт интересных. И сама рубашка карт. Энергии этой колоды очень интересны. Они подходят для земной магии. Я бы даже сказала, такой, знаете, уже глубинной земной магии. Потому что есть более поверхностное такое начало и более глубинное. У нее есть семинар на эту тему магии земли. Для тех, кому это интересно, могут ознакомиться. Все дело в том, что каждая колода несет определенную энергию. Мы не всегда мастера, особенно ведьмы, используем ее именно для предсказательных техник, а часто для ритуальной магической техники. Серьезно работать с картами, с их энергиями. Вот эта колода мне очень нравится. Здесь огромное количество энергии, глубинных энергий земли. И при этом здесь рассматриваются очень многие виды энергии, которые на других колодах, естественно, не рассматриваются. Вот здесь, опять же, вернемся к этим картам, которые Луна и Солнце. Вы видите, они совсем другие. Не как на колодах Тарока, где Солнце изображено как горячее начало, и где Луна не имеет такого подтекста, как здесь. Вот прям подуришь и подержу, чтобы вы смотрелись, почувствовали эти энергии. С вами была Алена Полынь. Данный обзор колоды сделан для того, чтобы вы определялись, нужна вам эта колода или не нужна. До новых встреч!